Данил Мастренко, я инженер по обеспечению качества в компании Performance Lab. Наша компания занимается тестированием в сфере банковского, по сфере мобильного тестирования, веб-тестирования. У нас есть офис в Москве основной, также у нас есть небольшой офис в Ижевске, и плюс у нас есть офис в Калифорнии для наших американских заказчиков. Собственно, об одном из наших американских проектов я сейчас и расскажу. Проект был по мобильному тестированию, называется проект Active5, и сейчас, наверное, я, в принципе, покажу вам ролик, с которого, собственно, началось знакомиться с проектом, чтобы, в принципе, вам было понятней. Сейчас я вас... Извините, я вам только на английском, но я думаю, там, в принципе, все доступно. Если вы найдете себя сидеть throughout the day, do you wish you could be more active? Now you can. Introducing the future of exercise. Active5 is portable fitness, so you can exercise anywhere. The Active5 device and mobile app coach you through five-minute workouts, so you can stay active throughout the day, while toning your body, strengthening your muscles, and keeping your heart and body healthy. Through specially designed isometric exercises, Active5 is personalized to your individual strength and fitness level. Active5 is portable, and provides short-burst workouts, so you can exercise at work, at home, and when traveling. Studies have shown. Active5 delivers an average of 30% strength increase over six weeks. Active5 isometrics are low-impact, pressure-based exercises that isolate muscle groups throughout your body and deliver superior results. With over 100 exercises available, Active5 allows you to target and track the areas you want to improve. With Active5, fitness just got fun. Experience a new way to play games with exercise. And what's better than the gift of fitness for the entire family on any occasion? When you can't get out to play your trade, bring the action to you. Active5 activates the same muscle groups as your favorite sports and gym exercises. So turn your couch and office chair into exercise companions. Start completing energizing and effective short-burst workouts during the down times in your day. If you want to be healthy despite a fast-paced life, take 5 with Active5. Собственно, это было первое, что я нашел в интернете, когда я узнал, что у меня будет этот проект. На тот момент проект еще, они еще не запустились, проект был в самом начале. Собственно, вкратце, что мы сегодня узнаем на этой презентации, это о том, как заниматься фитнесом в офисе, собственно, при помощи этого девайса. Небольшую организацию, небольшой рассказ о самом проекте. Немного, опять же, мобильном тестировании, поскольку проект мобильный, по баг-трекеру, которым мы пользовались, ну и забавная история из моей жизни, как я тестировал фитнес-девайс, а при этом продолжал толстеть. Можно же так делать. Пару общих фраз о бизнесе. Соответственно, бизнес-цель заказчика была выложиться, первичный релиз приложения в Google Store и в Google Play и App Store, поскольку они выходились еще на начальном этапе, хотя при этом на краудфандинговых компаниях уже находились года два. Также уже после лаунча это минимизация рисков появления критических дефектов в промышленной среде. Для нашей компании, соответственно, целью были проведение тестирования в сроке должным образом, тестирование приложений на этапе первичного релиза в магазины и развитие компетенций и накопление экспертизы мобильного тестирования, тестирование приложений для мобильных дефитнес-девайсов. Собственно, опять же, специфика проекта, как я сказал, проект американский, соответственно, заказчик американский, соответственно, это накладывали такие ограничения, как, естественно, все переговоры на английском, это международные команды, которые находились в разных частях света, об этом я скажу чуть попозже, плюс это у нас необычное приложение для мобильного телефона, тут оно должно как бы взаимодействовать с фитнес-девайсом самим через Bluetooth, то есть как бы здесь еще первая сложность. Ну и также, поскольку это приложение еще не было в магазине, то нужно было пройти гайдлайны Google и Apple, чтобы выложиться. Собственно, девайс, выглядит он вот так вот, как маленький камешек, имеет одну кнопочку, вкл-выкл, одну лампочку, которая показывает синий цвет, если она мигает, соответственно, девайс включен, но не подключен к телефону, зеленый мигает, соответственно, девайс запарен с телефоном, ну и когда мигает красный, значит, вы выключили. Чтобы включить или выключить, нужно продержать вот эту кнопочку две секунды. внутри, в принципе, то есть реагирует девайс на давление на него, таким образом, то есть там внутри датчик давления, и он, соответственно, через Bluetooth передает эту информацию на телефон. Ну и батарейка пальчиковая. За год, почти за год, она не села. Так что, в принципе, кушает он немного. В принципе, архитектура приложения это девайс-клиент-сервер, еще человек, то есть, соответственно, при помощи человека, похожего на меня, мы давим на девайс, он, соответственно, взаимодействует с телефоном, и дальше ваша информация синхронизируется с сервером у заказчика. То есть, в принципе, большая часть всего происходит внутри, в самом телефоне. На сервере как бы хранится только ваша история упражнений, ну и общие данные пользователя. Точно так же можно. Девайс, извиняюсь, приложение наше, приложение доступно на двух стульях, соответственно, его можно скачать в Google Play и App Store. Windows Mobile не поддерживается. Соответственно, немного о минимальных требованиях для этого приложения. Их немного, по сути, основным требованием это минимальные версии OS, извиняюсь, не сказал, это Android 4.4.4 и iOS 8. И наличие Bluetooth 4.0, потому что, ну, к примеру, старые iPad, вот прямо первый, например, просто не видят девайс, потому что у них вторая или третья, вторая или третья версия Bluetooth. Собственно, с этим как-то была у нас небольшая разговор с заказчиком, потому что они хотели, чтобы мы написали им приложение, когда… В общем, ситуация была такая, они делали, они делали, они делали, они делали горячую линию, по которому можно заказать этот девайс, и нужно было, чтобы их операторы могли по названию телефона человека, который звонит, определить его совместимость. Они попросили, можем ли мы написать подобное приложение, мы сказали, что это займет какое-то время и ресурсы. Самым простым способом будет как бы дать вашим операторам ссылку на GSM Arena, где они могут вбить название телефона и посмотреть, по сути, два пункта. После того, как они узнали стоимость разработки, они решили, что GSM Arena действительно хороший выход. Ну, немного попозже как раз расскажу на эту тему еще одну историю. Вот. Собственно, здесь я выложил ссылки на требования Google и Apple к релизу приложений. Не, не буду их открывать. Но есть что просто кому понадобится потом. Требования Google достаточно простые. В Google Play выложиться несложно. У нас с этим проблем не оказалось. Там достаточно, ну, как минимум, год назад не так строго следили за приложениями. Поэтому Google Play завален не поймите, чем. Вот. С требованием Apple было посложнее, потому что там в общем, ну, несколько прям длинных страниц гайдлайнов и по дизайну, и по, собственно, функционалу приложения. И основной проблемой внезапно стал, что примерно с позапрошлого года обязательным требованием для работы приложений в App Store является работа их в сети IPv6 only. это стандарт. Несмотря на то, что разработан уже лет 20 назад, до сих пор никак не редко применяется в современном мире, то есть, если в Америке это где-то 15% IP-адресов, то в России это вообще проценты прямо в районе 5 от силы. После чего нам, собственно, пришлось развернуть эту сеть в офисе для того, чтобы мы прошли эту проверку. В итоге мы радостно все-таки выложились в магазины и, в общем, проект вошел уже в лайве. Собственно, еще один момент мобильного тестирования в том, что, ну, как бы основной момент, что на каждом телефоне приложение может вести себя по-другому. Соответственно, здесь вот наш стартовый список девайсов, на которых мы тестировали это приложение. Преимущественно это Android, поскольку айфонов не так много и они очень хорошо себя покрывают. список был составлен с учетом того, чтобы покрыть порядка 50% девайсов именно на американском рынке. Пользовались мы сайтом Perfecto Mobile. В принципе, советую именно для выбора девайсов для вашего тестирования пользоваться их данными. Желательно это делать в начале года, потому что иначе у них данные обновляются раз в год. Собственно, маленький слайд говорит о том, как я готовился к релизу Android. Приблизительно так вот выглядел мой рабочий стол в районе 12 ночи. Кто молодец, найдет на фотографии iPhone. Что? Я могу походить пока. Над мышкой, мышка, мышка, правильно, над мышкой. Вот. Ладно. Собственно, о том, где у нас находится команда разработчиков. Поскольку у нас было приложение для Android, приложение для iOS, и также у нас еще к этому приложению прилагались игры, в которые можно играть при помощи этого девайса. И, в общем, все было сложно именно с того, чтобы скоммуницировать с заказчиком. То есть, как вы видите, девайсы производили, как и все у нас в современном мире, производились в Китае. Офис при этом находится в Калифорнии. Главный человек, кстати, не отметил здесь на карте, главный специалист от заказчика по тестированию находится в Лондоне. Наша компания по тестированию находилась в Москве. Разработчики Android-версии приложения находились в Индии, что тоже, в принципе, не новость. Они везде. Вот. Забавный момент, что EOS разработчики это российская компания, которая базируется не совру, по-моему, в Сибирске. А разработчики игр находились у нас в Латинской Америке. Я честно думал, что это Мексика до тех пор, пока я не узнал, что существует страна Эль-Сальвадор. Я честно не знал. Вот. Соответственно, это накладывало сложности с коммуникацией, потому что, ну, почти не должно было накладывать, но, в принципе, в итоге, как-то все получилось достаточно спокойно. У нас не то, чтобы был очень такой беспокойный и нервный заказчик, поэтому, в принципе, как правило, общения через почту нам хватало. Ну, несколько раз мы созванивались в Скайпе по каким-то серьезным случаям, ну, либо просто. Вот. Но делим мы это действительно крайне редко. Виды тестирования на проекте. Это, соответственно, функциональное, регрессионное, смоук-тестирование, ручное, и вот, в принципе, уже не отметил, ну, еще мы ввели автоматизацию после этого. Команда проекта, соответственно, я не знаю, насколько здесь это актуально, она была достаточно небольшой, это менеджер проекта, один инженер по тестированию, потом я начинал просто как… Как бы это назвать-то? В общем, я начинал чуть на меньшей должности на этом проекте, после этого я уже… у меня появился стажер, который заменил меня, и дальше я уже этот проект курировал. График работы, опять же, у нас зависел сильно от того, из-за того, что этот проект сильно международный, поэтому он был очень плавающий, как правило, рано он не начинался, но зависело в основном от того, что билды, например, андроида приходили, когда заканчивался рабочий день в Индии, то есть это в районе часа двух дня, приблизительно в это же время, могли появляться билды IOS, но при этом билды IOS должны были загрузиться через TestFlight, и как бы поэтому появлялись они в районе пяти вечера по Москве, когда просыпался один из заказчиков и заливал их в TestFlight. Билды по играм могли появляться и в два часа ночи, потому что у нас очень забавный был разработчик игр, который подходил к процессу правки багов, что не правится за пять минут, то просто выпиливается. Поэтому, как бы я в 12 скидывал отчет по тестированию, и через два часа я бы уже прилетал билд, типа мы все поправили, а я все вернул потом. Либо просто выпилили. Да, собственно, немного к инструментам тестирования, которые были на нашем проекте. С ними была забавная история, что, как правило, в начале проекта всегда хочется узнать у заказчика, какие там, ну как бы есть ли у него там уже task tracker, bug tracker, нужно ли что-то там заводить, jira. Заказчик сказал, что у него ничего нет, у них каждая команда работает в своем, так сказать, task tracker, и найдите себя тоже, пожалуйста. То есть он не хотел, в обычной ситуации, завести jira на всех, и потом не мучиться. Плюс самым смешным требованием было как бы найдите, пожалуйста, бесплатный. Самое смешное в этом в том, что пока я целый день искал бесплатные инструменты, они потратили, ну, как бы, по-моему говоря, заплатили за этот день работы больше, чем они могли бы купить тест-трелл и jira сразу. Вот, соответственно, как бы task tracker мы выбрали трейла, который, поскольку задач особо много, таких вот разнообразных, ну, как бы, не было, тем более, что это, ну, как бы, команда небольшая, для подобных задач он вполне подходит. Бак трекер мы нашли, линтестинг, в принципе, полгода назад я бы точно всем посоветовал, в принципе, это бесплатный бак трекер, он находится в бете, поэтому он бесплатный, я о нем чуть попозже расскажу дальше со скринами, ну, нашли его, ну, также, естественно, мы для проверки трафика мы использовали Charles Proxy, ну, и смотрели логи при помощи Xcode, периодически iTunes, когда не было доступа к Mac, ну, и Android Studio. А перед билды нам прилетали, соответственно, iOS билды прилетали через S-Flight, а Android билды переходили через SVN, но SVN мы пользовались не так, как могут сейчас подумать большинство людей, которые с ними сталкивались, в нашем случае это было просто файл-хранилище, то есть нам туда складывали файлики с билдами, мы туда складывали файлики с отчетами, а не как вот в нормальной жизни. Собственно, пример нашего трафика трекера, небольшой скриншот, то есть задачки, извиняюсь, не пропал, в которые разбиты по проектам каждая игра, каждое приложение, ну, по-датам, то есть, в принципе, здесь все быстро, я думаю, вы с ним знали. Task Cracker, Backtracker, Lean Testing, тоже, в принципе, удобно, как бы это основная страница, здесь показывается, опять же, небольшой даже burn-down-чат, как бы это статистика ваших последних ранов, статистика по багам, как бы тестовая модель хранится в нем же, соответственно, ну, как бы это удобно тем фактом, что у вас сразу, как бы, и тесты, и баги в одном месте, вот, как бы единственный его минус в том, что вложение здесь всего одноуровневое, поэтому, как бы, ну, если есть возможность, как бы, чтобы вам заказчик, ну, согласовать с заказчиком тест-трейл, согласовывайте тест-трейл, вот, ну, в принципе, основные поля здесь есть, ну, как бы, костыль, то, что, как бы, attachment можно прицепить один, поэтому, если вам нужно, несколько скриншотов, склеивайте в point, что приоритетически приходилось сделать, ну, как бы, скрин с багами, тоже, в принципе, все как обычно, под свинками разные, ну, я не думаю, что здесь много чего интересного, забавные баги, все здесь забавно, а, то, что, например, на нестандартном скейле телефона на андроиде кружочки становились разные, это, в общем, долго правили, вот, а, например, на андроиде из-за того, что был не очень чувствительный настроен приложение, можно было устроить симулятор пейнта и вот так вот просто закрашивать весь экран кривой. Я чуть попозже покажу уже, как это все делает, как работает приложение в конце, сейчас пока я просто закончу с общими словами, вот, так вот правили баги наши разработчики игры, я думаю, что видели всю эту гифку до этого, но там реально, как правило, было так, потому что один завел три бага, закрыли три, один из них выпили или два, один не починили и сломали еще что-то. Ну, я думаю, в принципе, не самая новая ситуация для вас. Ну, собственно, да, теперь уже перейдем к демонстрационной части, сейчас вот десятый подключится, я пока попью, извиняюсь. Так, секунду. мне нужно вопрос телефона показывать. Так, все видно, да? Вот, это стартовый экран приложения, залогиниться в него можно через Facebook, Google или логин самого приложения. Забавным, например, багом было то, что раньше, когда только приложение у нас появилось, туда можно было без интернета, залогиниться, просто любым логином, паролем, она выпускала. После этого они его поправили и, как бы, если приложение видело, что интернет, ну, телефон не подключен к интернету, оно просто, как бы, пишет, там, писалось, что интернета нет, нельзя войти. Но если настроить через прокси настройки сети так, что интернет есть, но все пакеты теряются, то можно было создать пустой аккаунт, зайти, и после чего приложение уже крашилось, потому что, ну, при первом же запуске упражнения, потому что оно пыталось синхронизировать пустую историю и начиналось краситься. И как бы-то уже с третьего раза оффлайн-режим победили. Вот, сейчас давайте слогинюсь. Не так, не так. Вот, соответственно, на этом экране мы подключаем девайс. Я его включил. Сейчас он появится. А, появился. Вот. Его можно назвать. Я, как правило, не имею особой фантазии в этом плане. Поэтому, что набралось, так и называю. Здесь будет как раз небольшой туториал по приложению. Наверное, я его пропущу. Я покажу просто. Хотя, вот, в принципе, полезная вещь, как правильно держать девайс. Теперь можно у нас как бы настроить силу упражнения. Давайте, в принципе, посмотрим. Соответственно, как вы встаете в позу, в которой была показана картинке, ну, предположим так, и давите на девайс, он показывает силу вашего давления. Таким образом калибруется упражнение. Соответственно, вы откалибровали его на 18 унций. Унций? Нет, не унций, паундов. Сорян, забыл. Вот. Как бы это будет максимальной силой, от которой у вас будет дальше настроена кривая. Соответственно, чем сильнее вы давите, тем, соответственно, выше ваша кривая. Да, я просто понял, в чем проблема. Я смотрю сюда. Вот. Соответственно, когда вы попадаете в чекпоинты, он загорается, то есть вы прямо прошли упражнение так, как это бы стоило. Я еще симулятор пейнта не показывал. Вот. Соответственно, само приложение как бы разбито на два типа упражнений. Это как бы группировки упражнений. Это либо воркауты, в которых собраны упражнения на определенную группу. Типа, есть вот недавно даже добавили специальные для миссионеров воркауты. Вот. Да? Вот. Также на основном упражнении те же самые, просто они по-разному собраны. Также они просто как бы можно выбрать сортировку по группам мышц, как бы, основное упражнение на плечи и так далее. Ну, в общем, давайте я просто одно упражнение покажу, чтобы мы долго не… Вот я уже калибровал. Ну вот. Нет, давайте я что-нибудь покажу прямо в реальном мире, как это работает. сойдет. Соответственно, калибруемся. Что-то надо делать вот так. Вот. Собственно, к вопросу, почему я худею, точнее, к вопросу, почему я так и не похудел. В принципе, первый момент, в котором я побоялся, когда начался проект, то, что у нас, как бы мы согласовали список девайсов, это было порядка полутора, десятка девайсов, я еще не имел особого представления, как часто будут билды и как много нам нужно тестировать, то есть я прикидывал, что мне в ближайший год нужно будет постоянно тестировать фитнес-девайс на куче телефонов в течение 8 часов в день, что я стану как скала. Но проблема оказалась в том, что, в принципе, лень — это двигатель прогресса и приложению все равно как сильно ты давишь, пока оно правильно считывает. То есть, скалибровавшись на 2, где-то на килограмм, ты можешь спокойно дальше проходить тесты. Приложение все равно работает. Ты видишь, что основные функции его работают и, в принципе, для большинства случаев можно было просто сделать вот так вот. Усом, говоря, все, работает. Вот. В конце… Ну, давайте сейчас что-нибудь совсем набьем в статистику. Что? Это потом. Чуть попозже понадобится. Собственно, в конце, после упражнения вам показывается быстро статистика ваших усилий. и, собственно, я, как видите, был не очень требовательен к себе. Сколько там поднял, сколько отжал, можно упражнения повторить. Есть общая статистика, в которой они собраны. История упражнений. К сожалению, она сейчас отражается немного криво, потому что мне убили этот аккаунт неправильными опишками, когда ее переделали. А гугла у меня с собой другого не было. Ну, в принципе, на iOS еще можно даже будет посмотреть, в iOS-версии можно посмотреть прям свою кривую. также показываются ваши данные, которые вы изложили. Немного о самом приложении. Версия Билда. Есть гостевой режим. Кстати, вот то, что вы сейчас видите в право использования, это, как раз, один из тоже моментов, которые указали мы, потому что, поскольку, в принципе, это сделано А для Америки, Б это какой-то девайс, то всегда может найтись кто-то очень умный, который сломает себе руку, играя с этим девайсом. Соответственно, в принципе, когда вы регистрируетесь, права использования вам показываются, их обойти нельзя. Но, по сути, что такое гостевой режим, когда ты дал кому-то поиграть в этот девайс? И, соответственно, судебный иск из серии, что я взял у друга поиграть, сломал руку и ничего не читал, ничего не подписывал, это, в принципе, может быть реальным случаем, поэтому по нашей просьбе, по нашему предложению они добавили обязательное принятие Terms of Use для входа в гостевой режим. Чтобы, как говорится, не отмазаться. Работает на самом деле точно так же, просто у вас не пишется статистика, то есть пользователь начинает с нуля и после того, как он, например, что-то делал, статистика не… ну, ваша собственная статистика не портится. Ну, то есть дали другу поиграть и как бы он не испортил то, что вы там прям были как скала, а он ничего не может. Вот. В принципе, также, давайте, в принципе, упражнение я показал, покажу немного игр, которые есть для этого приложения. Давайте я начну с того, что самое… В принципе, игры очень простые, вот, честно говоря, я бы даже не уверен, что и курсовую можно было кому-то бы зачесть. Но, опять же, в Сунгаре мы имеем игры, которые контролятся только вот давишь сильнее, давишь слабее. Кстати, еще забавный факт по поводу пермишенов, которые относятся к требованиям Google, то, что, например, вы заметили, что он спрашивает доступ к локации, тот факт, что, в принципе, зачем телефону доступ к локейшену, если вы пользуетесь Bluetooth-девайсом, то есть вам это не нужно. Оказывается, это требование Google, что для Android 6.0 обязательно как бы пермишен на локацию, если вам нужно как бы соединиться с чем-то по Bluetooth. так, давайте, надо переотключить девайс, потому что он продолжает быть запаренным с телефоном. Это, в принципе, самая адекватная игра из тех, что там были. Здесь все просто. То же самое. В принципе, я думаю, многие даже с подобной из них знакомы. Вот, есть похожая игра на Android Marshmallow. Есть, если вы зайдете. Я просто думаю, они думали, что я уже закончу к этому моменту. Начиная, скорее всего, просто не в курсе, что я с телефона буду что-то показывать. Вот, ну, как бы, ладно, сейчас я смогу сделать нормально. Ну, короче, я честно прошел до 60 уровня один раз. Ну, ладно, я могу. Я могу. Вот. Ну, кстати, в Android Marshmallow она, правда, прям ужасно сложная. Я, ну, ладно. Вот. Ну, как бы, в принципе, игра простая. опять же, потому что, как бы, давишь сильнее, давишь слабее, не давишь. В принципе, все, что есть, показывает даже статистику всех тех трех людей, которые в это играли. Так. Ну, как правило, это разработчики, я и еще кто-то. А, нет, слушайте, ого. А, кстати, да, все-таки уже кто-то, ну, как бы, действительно, пользователи это тоже ставили. Кстати, убрать рекламу в этом приложении стоит 5 долларов. Я понял просто, после этого я понял, почему они с ними возились так. Потому что, как бы, эти игры, как бы, функционалов у них мало. И давайте я еще одну игру покажу. Давайте, сейчас, вот. С ней просто будет очень забавный баг. вот здесь игра про ракету, в принципе, тоже банальный сценарий, как бы сильно давишь, летишь выше. начнем с простого. Соответственно, давим сильнее, летим. Надо попадать, когда мы проходим мимо ускорителя, мы ускоряемся и летим. То есть, в принципе, все. Все равно можно проиграть. В общем, если давить сильно, как бы, мы летим быстрее. И, в общем, мне уже немного надоело, и сейчас, наверное, надо будет умереть. Вот. В принципе, так я протягивал, ну, как бы, не так долго. Но, если взять сильный уровень сложности, хотя, в принципе, да, собственно, самое смешное, что я хотел показать, что, как я понял, в принципе, как бы на этом приложении, собственно, как бы, мы начали свою автоматизацию просто тем фактом, что в какой-то момент я понял, что я могу тестировать эту игру вот так вот. Сейчас. Я продолжаю играть. Я просто на нем сижу. Так можно очень долго не проигрывать, просто сидя на нем, как правило, просто надоедает это. Я продолжаю лететь. А как он двигается? Он ускоряется на этих штуках, причем, в принципе, вот тоже автоматически, в основном, ты доходишь до вот этих зеленых штучек на синих, и он тебя двигает, активирует все там разрушители и препятствий, и просто, как правило, проигрываешь то, что ты летишь слишком быстро, и, как правило, там не успевает сработать. Вот эта штука, но вот. В принципе, в эти игры можно играть без девайса. Нет, совсем без девайса, просто тапая. Наверное, это будет не так интересно, чем сидеть и играть. Вот. Ладно, это можно действительно продолжать. сейчас. И давайте я покажу коровий уровень в этой игре. Если взять сложный и лететь какое-то время на скорости порядка 1 и 1, сейчас. О, все, пропали препятствия. Причем, вот реально, вот когда надо, дальше, причем, скорость не меняется, препятствия нет, но, к сожалению, можно умереть. Вот. Коровий уровень. Вот. Ну, наверное, на самом деле это все, что я буду показывать, потому что дальше все это становится немного однообразным. Минутка Тома Брэдди. Всем спасибо за внимание. Вот. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, я Наташа. Мой вопрос заключается, касается апрува в App Store. Вот у вас приложение, взаимодействующее с девайсом. Как вообще проходил апрув в App Store? потребовали они вам выслать девайс или вы симулировали все взаимодействия с ним? Я предположу, что изначально, поскольку они отправляли это чуть раньше, чем начали работать с нами, я предположу, что, возможно, не отправляли, потому что они точно просят тестовые аккаунты. Вот. Возможно, они просили девайс, но не исключу, что они смотрели, что есть. Потому что, собственно, с IPv6 была проблема, что она крашилась просто при кнопке share, для которой не нужны девайсы. Окей, спасибо. Есть еще вопросы? Здравствуйте, спасибо за доклад. А вот сам девайс вы тестировали? Сам девайс нет, мы не занимались тестированием. А проверяли, что с ним происходит, когда батарейка совсем слабая. Есть разница в давлении? Нет, разницы нет, он просто, в основном говоря, выключается. Но как бы с тестированием конкретно самого физического девайса мы не занимались этим, как бы занимались, поскольку у нас была конкретная задача по приложению, а сколько там выдерживает, как бы ломается или как девайс, уже тестировали собственно, где-то на заводе. мы были сфокусированы конкретно на приложении и взаимодействии с телефоном. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.